А сейчас, дорогие друзья, у нас в студии призер международных конкурсов, Вениамин Игумнов, со своими питомцами, с попугаями. Вениамин, я знаю, что вы с вашими родителями занимались чем медведи? Медведи, обезьяны. Они и сейчас, так сказать, могут вас консультировать, правда? Да. Что вас подвигло к тому, чтобы перейти на таких маленьких животных, как попугаи? Захотелось сделать что-то новое, чего не было еще в российском цирке. Конечно, это очень интересные животные. Я хочу всегда заметить, что птицы тоже животные на всякий случай. Так вот, вы их получили совсем маленькими? Вот конкретно вот этих двух выкармливал с рук. Своими руками? Так что они ваши, конечно, ближайшие друзья. Это мои детишки, но уже они сейчас в возрасте, вы видите, уже в кинейджерском. И как все кинейджеры родителям хамят, и вот бывает, что да, и хамят. Тем более они уже стали звездами. Звездная болезнь немножко присутствует, конечно. Кузя, это у нас Ара сине-желтый. Сине-желтый. Вака Ара солдатский. А, вот этот солдат, милитариус. Да, да. Вот, так Кузя, это вот с желтым брюхом, и зеленый, это Вака. Вака. Кроме Ара еще есть другие? У нас еще Кокоду Малуковские. А, Малуковский Кокоду. Кокоду, да, присутствует. Так. Еще у нас Ара зеленокрылая, Ара Макао. Ух ты. Всего двенадцать у нас. И четыре Видара. Да. Ох, как красиво это должно быть. Ну, спасибо, что вы два к нам соблаговолели явиться. Дело в том, что у них, конечно, в группе какие-то взаимоотношения складываются, да? Конечно. И вот, как я уже сказал, вот Кузя с Вакой у нас звезды. А, и они это чувствуют? Да, и все остальные не возражают. Да, хорошо, вы, ребята, звезды, вы, вот, вот вы и езжайте на телевидении, поскольку вы звезды. А мы дома посидим в вольере. Так, ну, а вот, кстати, все-таки, наверное, они вас за лидера признают? Ну, конечно, если они не будут признавать меня за лидера. Какая с ними работа будет? Какая работа. А они ваши замы, получается, да? Да, вот это мои первые замы. По наведению порядка. Да, 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 когда меня нет, вот так, ребятки, спокойненько сидим. А, смотрите, как они даже заинтересовались, зашли к вам. Да, кто замы? Мы замы, да, вот мы пришли. Они вас узнают вполне, правда? Ну, конечно, они всех узнают, родственников, ну, родителей моих же, ну, они же всех в лицо. Всю семью знают в лицо. Да, всех в лицо. Прекрасно. А вот говорить с них кто-нибудь может? Они, все попугаи имеют физиологическую возможность говорить. Вот, вот, Вака непосредственно, я подсчитывал, говорит 99 слов. Ну, слушай. Ну, вот, по просьбе, чтобы вот, Вака, скажи, вот, то есть захочет, скажет, не захочет. Давай. Вот они уже почти разговаривают друг с другом, но только по собственному желанию. 99 слов. Да. Ну, еще одному какому-нибудь, односложному научите, и будет 100. Ну, нет, я ничего не советую. Может быть, он уже что-то и научился. Еще и сотые слова. Ну, молчит пока, думает, сказать или не стоит. Не обидится ли народ. Так, ребятки. А это он уже начинает... Это уже мы начинаем... Выражает к вам свою привязанность. Нет, это он не привязанность, это он уже, по-моему, домой хочет. Ну, звезде пора на сцену, может быть, он считает. Может быть. А вы же можете что-нибудь показать из-за того, что они умеют, чтобы я вот понял, чем попугай по стилю дрессуры отличается от медведя. Ну что, ребятки, давайте покажем, на что мы способны. Покажем. Вич кивает головой, значит, готова. Значит, готова. Ну, прошу вас, Венем Вадимович, на сцену. Спасибо. Вот у нас сцена. Кузя первый сегодня. Ну, звезды, каждый хочет быть первым. Да, да, да. Что такое? Что такое? Так. Разве можно на этом сидеть? Он стоит. Стоит. Кузенька, сам, сам стоишь, сам. Ты же у нас профессионал. И что, он сознательно держит равновесие? Конечно. У нас все осознанно. Так, Кузенька, сам баланс поймал. И стоим. И стоим. То есть регулирует, регулирует. Не хочет падать. Приказ понимает, что... Ну, падать оно неприятно же. Да, браво, браво. А Вака у нас велосипедист. То есть ногами крутит. Не то, чтобы там... Поехали, 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 поехали. Молодец. А как орел выглядит, покажи. Орел. Орел. Орел вот как выглядит. Вот так орел выглядит. А теперь мы немножко потанцуем, да? Вака, потанцуем. Еще и танцор. Давай, пошли. Пошли. Нет, нет, не надо орла показывать. Давай, вперед. Вперед пошли. Вперед. Так. Ага. Вперед. А теперь назад. 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 Ага. Назад. Это такой... Ну, еще как воробьи прыгать умеем. Прыгаем. Прыгаем. Вот тебе. Прыгаем, как воробушки. Ну, это уж вообще... Прыгаем. Удивительно. Прыгаем. В первый раз вижу. Прыгаем. Как будто на невидимых ниточках привязаны. Я могу отойти. Ну, я понимаю, но просто... Вальс. Именно как будто невидимые ниточки. Вальс. Молодец. А как собачки пируэт делают? Вот так собачки делают. Вот так. Ну, давай, 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 пируэт, пируэт. Слушай. Пируэт, 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 пируэт. И ведь... Пируэт, пируэт. Ну, и еще раз орла. Вот орел. Вот так орел выглядит. Да. А теперь мы в баскетбол сыграем. Еще. Да? Вак, в баскетбол сыграем. Мечик положи в колечко. Так, ну-ка. Приближается к кольцу, забрасывает мяч. Помнится. Так и хочется вести репортаж. Нет, а почему мы закрыли колечко? Да. А трехочковый? Ах, трехочковый. Сейчас трехочковый, да, как Джордан? А это что значит трехочковый? Это вот сейчас вот отсюда, с этой линии. Так, и что, попадется? Конечно. Ну, Вака, давай. Как Джордан кидает трехочковые, покажи. А он хитро приближается и приближается. А мы немножко сейчас ему скажем отойти. Так. Сосредоточились и кинули. Ну, вот этот удар баскетболиста. Готовится. Вот так, готовится. Вот так, готовится. Ну. Просто вылитый, Джордан. Оп-па. О, яс. Забили. Слушай, поздравляем, орел. Ну, орел. Вот такой орел. Вы же знаете, что птицы на спине не лежат. А вот Кузя у нас не только лежит. Он еще и лежа на спине, жонглирует ножками. Ну. Вот так вот. Это же некоторые жонглеры так делают, но это не каждый. Да, это антипод называется. Спасибо вам большое, Вениман Вадимович. Мы теперь поняли, почему вас заинтересовали попугаи. Потому что действительно из них можно извлечь что-то даже более оригинальное, чем из медведей, которыми вы занимались со своими родителями. Ну, а вам тоже всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч в нашей передаче. Если вам что-то покажется еще более интересным в нашей тематике, посмотрите наш интернет-журнал, сайт которого вы видите сейчас на экране.